В эфире Вестник Городской Думы. Я его ведущая Мария Селезнёва. Здравствуйте. Сегодня в нашей студии депутат Благовещенской Городской Думы по 12 округу, председатель комитета по местному самоуправлению Юрий Александрович Грошев. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Александрович, знаю, что уже совсем скоро Благовещен должен стать площадкой для очередного выездного заседания Палаты молодых законодателей. Расскажите, что это за мероприятие и что оно даст городу? Да, действительно, это так. С 21 по 23 пройдет целая масса мероприятий. Мы начнем с посещения города Белогорск. Там в 21 числа будет открываться форум живых городов и мы будем принимать участие в открытии этого форума. Дальше у нас по расписанию экскурсия на территорию переезжающего развития. Далее у нас планируется на территории города Благовещенска встреча с представителями законодательного собрания, встреча с руководителями и представителями правительства Амурской области, сенаторами Амурской области, руководителей учреждений управления и министерств. Также мы пригласили на это заседание молодых политиков, молодых депутатов, которые у нас есть на территории Амурской области, из районных администраций, сельских поселений, городов и сельсоветов. Также будут проходить два круглых стола, в которых наши гости, я хотел бы отметить, это молодые политики возрастом до 35 лет, из различных регионов нашей большой и великой страны. Многие представители представляют законодательные собрания и республиканские государственные советы своих субъектов. Очень мощно представлен Дальний Восток, это будет Приморье, это будет Камчатка, Магадан, Еврейская автономная область, Сахай-Якутия и Хабаровский край. Дальше, если перемещаться в сторону Москвы, нашими гостями станут Иркутская область, Забайкальский край, Новосибирская область, Владимирская область, город федерального значения Севастополь, Липецкая. И так можно перечислять до бесконечности. Планировалось, конечно, что у нас посетят порядка 50 молодых политиков, но так из-за нашей удаленности не все смогли потратить время и средства, чтобы приехать. Но приедут больше 25 молодых политиков поддержать, принять участие, поделиться опытом и посмотреть на наш город, на наш субъект, на нашу область. Эти заседания не всегда в разных городах проходят? Это один из способов работы Палаты молодых законодателей, но предпоследнее заседание проходило у нас в городе Сыктывкар, это Республика Коми. Кстати, наш коллега, бывший коллега по Палате молодых законодателей, в нынешнее время действующий сенатор от Республики Коми. Именно по его приглашению мы приняли участие в выездном заседании, также нам были проведены экскурсии по градообразующим предприятиям, по музею Республики Коми, ознакомили нас с историей субъекта. У нас были протокольные встречи с представителем Республиканского государственного совета, с активной молодежью, с Советом молодых депутатов, который создан на территории Республики Коми. Моим коллегам, и мне в том числе очень понравился данный способ общения, как дополнительная площадка для обмена мнением, опытом работы на местах молодых политиков. А Благовещенск чем заслужил такую честь принимать у себя? Ни для кого не секрет, что сейчас Дальнему Востоку федеральные власти уделяют очень большое внимание. Используют различные инструменты для развития. Это дальневосточный гектар. Кстати, одной из темок круглых столов в рамках нашего мероприятия как раз будет тема, это дальневосточный гектар как мощный механизм развития Дальнего Востока. Это другие инструменты, как территория опережающего развития. К нам на территорию области заходят очень большие инвесторы в Свободненском районе, в Белогорском районе. И об этом нельзя молчать, об этом нужно рассказывать. Молодые политики, которые посетят данное мероприятие, многие из них не только депутаты региональных представительных органов и законодательных, это еще и крупные бизнесмены. Есть вероятность, что кто-то из них запланирует вложить средства в наш субъект, в наш регион. И мы уже, естественно, получим новые рабочие места и налоги в местный бюджет. Скажите, вы давно работаете в этом органе, в Палате молодых законодателей? В Палате молодых законодателей я состою с июня 2016 года. Что-то для себя полезное, лично для себя подчеркнули? Да, подчеркнули. Это очень интересный, очень грамотный институт. Можно сказать, что это школа молодых политиков, кузница кадров. На сегодняшний момент уже бывшие члены Палаты молодых законодателей занимают посты в Государственной Думе. Есть несколько действующих сенаторов. Есть главы городов и районов, заместители мэров. Некоторые ребята переходят на работу в федеральные органы власти. Перечислять можно до бесконечности. И в виде молодых, талантливых, амбициозных ребят, которые работают на благо своего сельского совета, своей деревни, своего района, своего города, своей области, своей республики, есть огромное желание показать свой потенциал и показать работу на местах. Хорошо, Юрий Александрович, давайте вернемся к нашим делам настучным, к депутатской работе в Благовещенске. Из социальных сетей видно, что на округе вы очень даже активны. Расскажите, что уже полезного, хорошего сделали в этом году, какие обращения жителей выполнили? В этом году у меня получилось завершить, можно сказать, такой долгосрочный проект на своем округе. Это строительство балкона для инвалида-колясочника. Он обратился ко мне еще в 2014 году с просьбой обустроить балкон с пандусом, так как он живет в старом сталинском доме на первом этаже, и подъезды которого и лестничный марш не предназначен для инвалида-колясочника. То есть даже обыкновенная прогулка с собакой, у него овчарка, для него становилась большой проблемой. Я занялся этим вопросом, уточнил в Министерстве социальной защиты, что действительно есть программа, но нужно получить определенный пакет документов, и за бюджетные средства можно построить балкон с пандусом для инвалидов-колясочников, которые проживают на первом этаже. И вот только сейчас, в июне 2017 года, эта стройка вышла на финальный этап, и в данный момент осталось дня 2-3 до достройки этого балкона. Еще один из примеров — это 27-я школа. В 2014 году во время своей избирательной кампании гражданам, избирательным жителям, друзьям, которые уже за несколько лет работы стали таковыми, я пообещал активно отстаивать интересы школы для того, чтобы добиться, чтобы там был современный стадион. Такой же в этом году строится на 14-й школе, ранее был построен на 11-й и других школах. И буквально совсем недавно пришла хорошая новость, что в городском бюджете запланировали средства на изготовление проектно-сметной документации. Но, чтобы вы понимали, это первый шаг уже к стадиону. Дай бог, в этом году уже изготовим проектно-сметную документацию, и при планировании бюджета на 18-й или 19-й год уже будут планироваться средства на постройку этого стадиона, и он появится в этом районе. Планов всегда очень много. Еженедельно по четвергам я провожу депутатский прием, на который могут прийти жители моего округа, мои избиратели, и задать вопрос, обратиться с проблемой. Со всеми стараемся отработать, направить нужные запросы, проконсультировать. Но в последнее время посредством социальных сетей стало все больше и больше горожан обращаться с различными вопросами. Можно считать, что границу округа стерты. Стараемся всем помочь, всем проконсультировать, направить, посоветовать, поддержать. Спасибо вам большое за беседу. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях был депутат Благовещенской городской думы по 12-му округу, председатель комитета по местному самоуправлению Юрий Александрович Грошев. До свидания. До свидания.